всем привет меня зовут маша сегодня я решила записать свое первое видео для youtube делаю я это в первую очередь для себя так как уверена что спустя годы мне будет очень интересно пересматривать все это но возможно кому-то еще это покажется интересным я понимаю что нужно было продумать контент выставить свет надеть что-то специальное ну так как я человек очень импульсивный я захотел сделать это здесь и сейчас данный конкретный момент времени поэтому я думаю что после длительной подготовки возможно мне это желание отпадет так что я пишу это видео сидя дома на полу в своей спальне естественно это первый опыт я буду стесняться запинаться так что не обессудьте со временем наверное это все пойдет лучше если я буду этим продолжать заниматься и так как я уже сказала меня зовут маша я хотел бы поделиться своим опытом иммиграции в америку я живу в нью-йорке с 2012 года выиграв green card мы переехали с мужем и тремя детьми нью-йорк будет скоро уже восемь лет как мы находимся здесь конечно я очень сожалею что не писала видео раньше но как есть начинаю сегодня и так на тот момент детям было с дочкам одиннадцать с половиной и почти 9 лет а сыну почти семь лет мы переехали из москвы я коренная москвичка и мой муж тоже москве мы жили хорошо у нас была своя квартира у мужа была работа я сидела дома с детьми так как дети были с небольшой разницей возрасте и муж был в состоянии нас содержать мы приняли такое решение что это будет лучше для всех я занималась развитием детей водила их кружки кормила поила убирала квартиру ну в общем как и у всех по образованию я первое мое образование это текстильная академия я инженер механик по специальности я не работала работала техником немного ногти тяжелые девяностые годы меня очень быстро сократили после буквально нескольких месяцев и я по объявлению попала в банк секретариум принципе мне очень повезло моя карьера стала стремительно расти я получила второе высшее образование финансовую академию и перешла на работу с секретарем экономистом а дальше уже начальником кредитного отдела и успешно проработала шесть лет московских банках у нас была прекрасная команда я с теплом и любовью вспоминаю это время все было замечательно но так как я вышла замуж и хотела очень иметь детей принципе узнав о первой беременности я решила посвятить полностью себя семье 2000 году я родила первую дочку в общем у меня были планы выйти на работу дальше но так как вторая дочка появилась спустя два года а потом сын спустя еще два года в общем-то волей судьбы я осталась дома но помимо детей я еще стала заниматься творчеством так как с детства любила все это я закончила школу кукольного дизайна светлана воскресенской в москве и занялась коллекционным изготовлением коллекционных кукол это потрясающее занятие очень творческая я выставлялась в центральном доме художников галереи вахтанов и дальше значит галереи елена громовой ну то есть несколько лет я тоже занималась этим даже я бы сказала много лет я конечно не было там ведущим художником и не так много кукол я делала но тем не менее все успешно продавалась главное что я получал от этого колоссальное удовольствие ну как я уже сказала когда дети были еще маленькие мой муж принял решение переехать в америку в общем нам повезло мы выиграли green карту и переехали в 2012 году так как мой папа со второй семьей жил здесь 94 года живет они нам очень конечно помогли сняли первое жилье помогли совсем с переездом с адаптацией так что первые годы были замечательными очень легкими в основном все жалуются на первые годы а у нас было наоборот то есть вначале было все прекрасно родственники жили рядом у меня здесь две сестры по отцу то есть было весело хорошо дети пошли в школу конечно им была нужна моя помощь я бегала их отводила забирала они боялись иностранного языка нового нужно было ну то есть новый коллектив все новое абсолютно уже повезло с работой единственное конечно немного это было великовато первое время он работал через консалдинговую компанию но через два года его уже взяли в штат банка как программиста с довольно высокой зарплаты но я полностью посвятила себя опять же семье и семье это было нужно тот момент где-то года через полтора-два я пошла на первые курсы изучения английского языка я учила английский в школе институте ну как в основном у всех наших людей здесь практически не было базы языковой все это давалось очень трудно то есть читать и писать было легче чем разговаривать развязать язык преодолеть психологический барьер конечно это очень сложно ничего степ-бай-степ как-то я начала изучать язык дальше я взяла другие курсы на манхэттене это была языковая школа очень хорошая на бродвее где очень доброжелательная обстановка но это было практически стандартная школа где мы сидели за партами изучали грамматику мало говорили мне посоветовали еще одну школу который находился совсем близко буквально там 7-10 минут пешком и после первой школы я брала вторую школу там уже был conversation то есть там преподавали преподают волонтеры американцы это был очень хороший опыт потому что где еще пообщаешься настолько плотно с американцами очень интересно многие люди ну то есть там преподают либо пенсионеры ну не только пенсионеры либо на молодые ребята которые только начинают свой путь так сказать рабочие здесь но все они нативные американцы с прекрасным языком без акцента это конечно замечательно нам преподавали совершенно разные вещи то есть и культуру и даже арт американский грамматику то есть можно было брать совершенно разные классы было безумно интересные студенты там были замечательные то есть мы дружили общались мы ходили на разные мероприятия экскурсии и в музее нас вози водили и парке и в общем рассказывали о очень многих вещах то есть помимо усовершенствования английского языка мы просто очень многое нового узнавали про жизни в нью-йорке в америке это было прекрасно но так как дети подросли и старшим дочкам я уже точно не нужно было настолько много времени не нужно было им уделять но сын конечно еще все-таки нуждался в моей помощи ну я все-таки постепенно решила что нужно чем-то заниматься как-то адаптироваться и самой я начала пытаться опять же с куклами своими что-то делать я съездила на долл шоу филадельфию потратил довольно много времени взяла дочку с собой то есть там и дорога и отель и участие моего дочки ну то есть где-то 1000 долларов я на это потратил но при этом да это был конечно колоссальный опыт общение с американскими художниками это все тоже безумно интересно посмотреть что и как здесь все здесь очень отличается совершенно другой стиль искусства но опыт был конечно положительные другое дело что у меня продался один-единственный только мишка теди коллекционный то есть я ничего не заработала дальше я попробовал мюзема фрашен арт который находится в джерси сити это тоже был прекрасный опыт положительный потому что я познакомилась с русскими художниками я выставилась участие было уже не такое дорогое я приобрела даже нескольких учеников преподавала на дому немножко это было тоже замечательно интересно ну так как понятно что для художника раскрутка имени имеет очень большое значение наверное первостепенное значение и надо было возможно не бросать это но я поняла что конечно кукла мои очень трудоемкие дорогостоящие что в принципе здесь довольно сложно это продавать не имея галереи который будет этим заниматься я в общем бизнесом никогда не занималась и не знаю в общем может быть даже не имею большого желания это делать так что я начала искать работу я познакомилась с художником в этом музее русского искусства он также физиотерапевт работает отдал деке и он устроил меня полтора года назад на первую работу я работала как клерк департаменте физиотерапии чему очень довольна конечно это был прекрасный опыт первой работы я подробнее расскажу в отдельном видео об этом но волей судьбы в январе этого года я ушла с этой работы и теперь в общем то я нахожусь на распутье и думаю чем заниматься дальше безусловно мне хотелось бы все таки наверное получить какое-то образование потом потому что в первую очередь это явно усовершенствует мой язык английский потому что без языка как вы понимаете в америке делать вообще ничего никогда ты ничего не добиваешься если только сидеть дома делать куклы продавать их там на эти или карты через интернет через свой сайт здесь это нужен язык потому что все равно будет какая-то переписка определенное общение язык конечно нужен но сидя дома то есть когда ты приходишь в магазин в качестве клиента конечно все тебя понимают пытаются понять улыбаются и все это хорошо но профессионального уровня языка у меня еще нет то есть нужно только либо работать с русскими но опять же если работать даже клерком все равно этот язык нужен конечно он у меня как-то растет безусловно но все таки я еще не достигла того нужного уровня языка чтобы чувствовать себя комфортно комфортно проходить интервью на работу так что это первостепенная задача усовершенствования английского языка ну и дальше как то понять чем бы я хотел заниматься безусловно очень приятно быть художником но я не думаю то есть это очень нестабильная работа по найму устроиться работать художником это практически нереально в америке то есть опять же нужно получать какое-то образование учиться идти в колледж на четыре года я понимаю что наверное уже нет потому что и возраст и опять же это большие деньги моя старшая дочка студентка университета корнел чему я несказанно счастлива я до сих пор не верю что она получила такой прекрасный университет конечно все это дорого и в первую очередь задача выучить детей то есть дочка получила огромный скалор шип но все это может измениться и все равно это немалые деньги средняя дочка сейчас учится в одиннадцатом классе то есть впереди у нее только полтора года опять же она я надеюсь поступит куда-то в хорошую школу опять же нужно будет платить сын в данный момент восьмом классе то есть это последний год средней школы впереди четыре года high school но опять же время летит очень быстро и конечно нужно уже задуматься образование всех детей копить деньги как-то в общем то есть на себя я уже особо не могу тратить деньги то есть я задумалась о либо каких-то кратковременных курсах там 3-4 года месяца может быть ну точно не колледж четырехгодичный то есть но опять же я не не пока не могу определиться со специальности куда я точно хотел бы пойти то есть либо айти но как мой муж считает что это маловероятно после курсов заниматься этим ну не знаю курсы пред предлагаются даже есть государственные курсы уж наверное они существуют не просто так то есть принципе они возможны и помогают как-то с трудоустройством на первом этапе не знаю то сейчас я хочу полностью погрузиться в изучении этого вопроса ну либо аккаунтинг так как я в общем то у меня финансовое образование я работал финансах я это все люблю люблю цифры люблю бумаги и возможно я выберу может быть не аккаунтинг а букки пинг для начала в общем посмотрим но я полна энтузиазма полна желание этим заниматься я понимаю что принципе это очень интересный период для меня потому что все новое все неизвестное я не знаю что будет со мной завтра конечно я надеюсь только на лучшее также на данном этапе я в общем одним глазом смотрю работу прохожу интервью пытаюсь сделать я была бы таки у дочки где находится у нее и и университет поговорила в нескольких магазинах которые продают ручную работу поговорила с одним владельцем с одним продавцом они сказали что я могу попробовать конечно что-то сделал для их магазина показать им если их устроит они почему бы и нет они возьмут мою работу ну и попробуют это продать это тоже очень интересный опыт для меня также я хочу раскручивать свой магазин на эти он принципе у меня есть но я никогда этим не занималась меня стоят там два медведя всего и стоят и уже я не знаю наверное год без движения но нужно я понимаю что нужно начать с чего-то наверно мелком возможно я займусь изготовлением украшений мне это интересно но я считаю что если делать то что интересно мне то что я буду считать интересным это что мне будет нравиться скорее всего найдутся люди которым тоже понравится то что я делаю я буду пытаться поэтому можно сказать что в данный момент я начинаю свою не свою жизнь свою профессиональную жизнь практически с нуля и принципе это меня очень вдохновляет поэтому я довольна тем что я имею сейчас да это не не просто но это безумно интересно я буду делиться с вами всем через что я прохожу своими интервью своими попытками изготовления и продажи ручной работы своим усовершенствования попытками усовершенствования английского языка своими путешествиями конечно первое время мы путешествовали очень много очень интересных моментов происходило нашей жизни я жалею что все это не снимала но что делать то что было оно прошло данный момент мы конечно меньше ездим но тем не менее все равно я бываю часто манхэттене бруклине я люблю музеи театры за последний год очень много я была в метрополитен опера безумно конечно и да прекрасный просто театр у меня был большой перерыв после после москвы посещения театров и сейчас появилась возможность покупки подешевле билетов чем я расскажу тоже в отдельном видео ну то есть у меня есть культурная жизнь определенная я люблю просто гулять по манхэттену и ну как вы понимаете это практически столица мира здесь происходит огромное количество различных мероприятий и бесплатных в том числе и в общем есть о чем снимать конечно я думаю что это будет интересно я надеюсь следующий раз я попробую подготовиться лучше наверное придумаю что-то уже интересное расскажу конечно побольше о себе своей жизни о том что было своей работе в общем буду снимать отдельные видео на отдельные темы какие-то интересующие вас пожалуйста если вам интересно подписывайтесь на меня я буду очень рада комментариям возможно каким-то пожеланием может быть вы подкиньте мне какие-то интересные темы для вас я буду стараться делать свой youtube канал интересным для всех буду пытаться давать обратную связь возможно какие-то специальные будем в онлайне проводить тоже мероприятия я не так давно принципе начала смотреть блогеров мне это безумно интересно самой я вообще подсела на это по полной программе не могу оторваться поэтому я просто понимаю что мне это очень интересно я хочу попробовать делать самой то же самое поэтому подписывайтесь нажимайте на колокольчик колокольчик очень рада что я все-таки решилась на это надеюсь это не только первый внук смысле нет не первое не последнее мое видео извините запинаюсь надеюсь вы меня простите всем хорошего дня удачи во всем пока увидимся скоро пока